Как часто мы желаем приобрести навороченный суперсовременный сотовый телефон, обладающий мыслимыми и немыслимыми способностями? И как редко мы используем все эти возможности в реальной жизни? Итак, представляем вашему вниманию топ-5 секретных функций для вашего телефона. Функция 1. Скрытые мини-игры Начиная с Android 2 и 3, на всех смартфонах есть скрытые игры, запустить которые можно, выполнив ряд неочевидных действий. Для того, чтобы получить доступ к мини-игре, открываем настройки. Переходим в пункт об устройстве. Затем несколько раз быстро нажимаем на пункт «Версия Android». В Android 6.0 Marshmallow, как например у нас, на экране появится стилизованный под голову андроида зефир маршмэллоу. Если быстро нажать на него еще несколько раз, а затем немного подержать, то откроется мини-игра. Вот такое неплохое развлечение, если вдруг вас подвел интернет и больше нечем заняться. Вторая функция – удаленное управление смартфоном. Утерянные мобильные устройства на базе Android можно удаленно найти и заблокировать, но эту опцию компания Google спрятала достаточно глубоко. Она активируется в меню настройки, безопасность, администраторы устройства в разделе «Удаленное управление Android». Далее просто нажимаем «Включить». Теперь, когда галочка стоит, мы можем управлять устройством с сайта Google.com. Заходим в свой аккаунт по следующему адресу. Если на устройстве включены геоданные, то можно увидеть местоположение вашего смартфона. Также здесь имеются основные три кнопки по удаленному управлению телефоном. При нажатии кнопки «Прозвонить» телефон будет играть какое-то время на полной громкости, чтобы прохожие смогли его заметить и поднять. Также можно заблокировать устройство и сбросить его пароль. А при нажатии кнопки «Очистить» все важные данные с памяти устройства будут успешно удалены. Третья функция – данные владельца. Еще одна полезная функция, которая поможет вам поскорее вернуть утерянный смартфон. Как следует запаролить устройство и установить рисунок разблокировки – это несомненно хорошая идея. Но давайте предположим, что вы потеряли свой телефон, а добрый самаритянин нашел его и хочет вам вернуть. Как он узнает, кому принадлежит телефон, если тот заблокирован? Для таких случаев неплохо было бы добавить информацию о владельце на главный экран. Для этого заходим в настройки «Экран блокировки» – «Сведения о владельце». И здесь можете написать свой имейл, либо свой второй номер телефона, чтобы человек, нашедший ваше устройство, смог с вами легко связаться. Четвертая функция – находим приложение, замедляющее работу системы. Детальная статистика по запущенным процессам – одна из доступных функций для разработчиков. Чтобы перейти в режим разработчика, открываем, как обычно, настройки. Переходим на вкладку «Об устройстве» и щелкаем несколько раз подряд по номеру сборки. Сообщение внизу укажет, что вы перешли в нужный режим. Теперь возвращаемся обратно и заходим в параметры разработчика. Здесь нас интересует пункт «Запущенные службы» или «Статистика по процессам». Открыв его, можно увидеть, какая программа потребляет больше всего оперативной памяти и при необходимости принудительно завершить ее работу. Еще один пункт для разработчиков, на который можно обратить внимание, находится внизу списка и называется «Не сохранять операции». Если поставить галочку, то система позволит держать в памяти только одно активное приложение. Все остальные, которые вы ранее открывали, будут автоматически закрываться. Ну и, наконец, пятая функция – контроль трафика мобильного интернета. Многие операторы мобильной связи предоставляют ограниченный пакет трафика на месяц. Чтобы контролировать этот трафик и не превышать квоту, можно назначить лимиты. Для этого в настройках есть отдельный пункт «Использование данных». Там ставим галочку на мобильных данных, а также на ограничение мобильных данных. И далее устанавливаем лимит трафика, при достижении которого появится уведомление, а также лимит, после превышения которого будет автоматически отключаться передача данных. Ну что ж, вот такие интересные, а зачастую полезные функции скрывает ваш мобильник. Пишите в комментариях, какие еще полезные функции знаете вы. А также не поскупитесь и поставьте под этим видео большой палец вверх и подпишитесь на наш канал. И как только под этим роликом соберется 1000 лайков, мы выпустим вторую часть, где мы приготовили еще больше улетных функций для вашего телефона.